Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Также 31 марта. Я вот осваиваю вторую половину. Первая у меня вся полностью засажена. И вы видите, что она укрыта не тканкой. Это уже от солнечных ожогов. 10, 20, 30, 40. В теплице показывает градусник, вот мой болтающийся этот, 45 градусов. Значит, 40 есть точно. И тут парадокс весенней природы, погоды в том, что я низ еще грею. У меня вот эта вот нагревательная лента включена. Вот эта вот, про которую я говорила, что она готовая, заводская. Я ее прогреваю, а вверх, видите, фурточка настиж открыта. А вверх уже проветриваю, потому что невозможно ни растением здесь жить, ни мне работать. И вот получается, что одно греем, другое остужаем. Но тут нужно баланс выдерживать, да, чтобы самой не задохнуться и растением. Я сейчас ухожу домой. С утра я посадила здесь перцы, баклажаны, высадила вот эти томаты. И я хочу рассказать вам, поделиться своей новостью. Как бы я ни говорила, что в первую, как партию для раннего урожая, я высаживаю только свои проверенные сорта, свои семена. Желательно наши, там сибирские, выносливые. Но иностранцы все-таки проползли в теплицу. У меня как я не хотела, я хотела только здесь. Ну вот как, чтобы не было никаких сюрпризов. Сейчас покажу, какие меня подкупили иностранцы. И я сдалась под их натиском. Смотрите, как получилось. Вот я третий лоток и четвертый лоток по счету высаживаю. Первый был же штамбовый. А эти, представьте, я высевала, сейчас покажу вам, в пятом лотке. Но вот эта клубника шла, ух, бах какой-то, миссис шла, ух, бах. И отзывы о ней такие восхитительные, люди все ее хвалят. Потом вот эта вот оранжевая зебра, это все с пятого лотка. Ну выросла такая уже большая рассада, что ее вот самое время высаживать. Смотрите, какие они здоровые получились, такие прям листья мясистые. И клубника, вот эта шла, ух. Я еще точно название не могу выговорить. То ли шла, ух, бах, то ли шла, ух, бах. Ну, короче, вот это. Потом, конечно, я их тут немножко, в основном, только, видите, свои сорта стараюсь высаживать. Тут вот орлиное сердце. Дальше у меня мечта Алисы сюда попала, потому что, говорят, очень красивая. И, короче, получилось у меня, что русские богатыри чередуются тут с сержантом Пеппер, иностранцем. Вот что ни говори, как бы я ни зарекалась, жизнь берет свое. И вот эти иностранцы знаменитые, вот эти редкие коллекционные сорта все-таки попали и в первый заход в теплицы. Я, конечно, рискую нарваться тут на томат-гигант, потому что я же все сорта точно не знаю. Вот некоторые рассады вырастают, такая крупная, здоровая. Может быть, потому что оно само будет растение, как дерево. Я рискую, конечно, но так захотелось вот эти красивые посадить. И клубнику, вот эту миссис Шлау-бах, и оранжевую зебру, и сержант Пеппер, который он стоит прям фиолетовый такой. Говорят, очень красивые томаты сами по себе, синие с красным низом. Ну и вот, поддалась я, сдалась под натиском красавцев, вот таких иностранцев. Пробрались они в мою теплицу. Конечно, я сейчас вот какую-то часть высадила, и буду скорее их закрывать пленками, потому что здесь очень-очень жарко. Хорошо, что у меня все подготовлено с осени. Я все пленки постирала после прошлогоднего использования, видите? Я постирала их на помидорные палочки, закрутила. Вот они у меня палочки. Теперь я беру и вот так и разматываю, как ткани в магазине разматывают. И также нетканка вся выстирана. Они вот у меня многолетнего использования, она вся выстирана, скрученная, высушенная. Я сейчас прикрою, дуги поставлю, прикрою нетканкой от солнца, а вечером еще накину маленечко пленку. Но у нас сегодня последняя холодная ночь. Представьте, завтра у нас плюс 7, послезавтра плюс 11, а потом плюс 14. Но это же настоящее лето. Я думаю, что мне придется даже двери открывать. И скорее всего в этом случае неразумно, наверное, держать подогрев грунта, когда двери все настишь. Не знаю, буду думать. Но в этом году грунт прогрелся вот здесь очень быстро. И как-то так температура достигла. Вечером, когда здесь будет попрохладнее, верите? Нет, я сейчас стою, у меня по лицу капает пот на меня, на растение. И вот вечером, когда будет прохладнее, я зайду вам и сниму одно видео. Видео очень подробное. Назову его «Мифы о золотых томатах», потому что уже несколько комментариев пишут. Ой, да у вас томаты будут золотые. Есть ли смысл? Овчинка, выделки не стоит. Это только в том случае, если или воруете вы электроэнергию, или откуда-то деньги с неба падают. Короче, я поняла, что люди вообще не имеют представления о подогреве. Вот, например, даже вот о таком. Вероятно, они никогда ни разу не подогревали и думают, что действительно это очень дорого. Но ведь иногда бывают ситуации такие, год на год не приходится. Иногда погода нам так хорошо помогает, что вообще обогрев происходит очень быстро и просто. А нужен он и этот, и этот. Только на тот случай, если вдруг вернется на день, на два похолодание, и тогда они нас выручат сохранить наши растения, чтобы наши труды напрасно не прошли. Но обо всем этом подробно буду вечером рассказывать. Особенно для начинающих. Возможно, кто-то боится покупать подогрев грунта, вот эти всякие обогреватели. Правда, может быть, думают, что томаты золотые. Никакие они не золотые. Нормальные, вкусные, хорошие томаты. Все, до свидания. Убегаю из жары. Да, в 40 градусов сложно тут и мне.